Добрейшее утро, дорогие мои друзья! У меня все еще спят. Я с утра сделала вот здесь, на запястье, аллергопробы на свою маску. Видите, да, что у меня на лице происходит? Это уже не аллергия, это у меня пошли побочка от всех лекарств. Как я понимаю, в общем, какой-то сбой в организме. Естественно, нужно все это делать, все это восстанавливать организм изнутри, самое главное. Потому что все, что выходит на лицо, на тело, на поверхность, на кожу, это уже результат того, что какой-то сбой внутри организма. Естественно, там это питание, это витамины и все прочее. Но для того, чтобы успокоить вот эту воспаленную кожу, которая сейчас у меня есть, я сделаю вот эту маску глиняную. Она подсушивает просто для того, чтобы не было вот таких-таких лютых покраснений. И вот это все убрать, ну хотя бы маленько успокоить. Это Арифлейм. Мне она нравится, она действительно работает. Эта масочка хотя бы, а не знаете, в общем, кожу успокоит. После нее будет еще одна питательная. Всегда глиняная маска, она подсушивает. Ну и сегодня воскресенье, друзья мои. Воскресенье можно себе маленечко время уделить. Пока еще все мои спят, мужики. Я поставила хлеб, он у меня уже печется. Сейчас я его уже даже буду вынимать буквально еще пять минут и все. Ну и маленько себе хочу сделать маски, хочу покрасить брови. Ну и что-то как-то себе уделить время. Просыпайтесь, мои хорошие. А меня знаете, что разбудило? Звонок по телефону. Зоя Афанасьевна звонила. Хотела узнать, не узнать, поблагодарить. Там я ей посуду передавала. Кастрюля такая. Она говорит, спасибо за кастрюлю. Тогда сюда зашел разговор о том, что она хочет приготовить бисквит. А даже не так. Она говорит, вот я готовлю в своей духовке пиццу. И она у меня горит. Почему? Я говорю, на каком режиме? Все начали выяснять. Я говорю, попробуйте другой режим. И попробуйте ниже ее ставить. Там в духовке именно нарисовано, где пиццу готовите. На каком режиме, на какой высоте и так далее. Я говорю, попробуйте перетасовать. Если горит низ, там выше, ниже поставить. Ну, в общем, скорее выше, чем ниже. Ну, и в общем, говорили, говорили. Она говорит, да вот, хотела какой-то бисквит, значит, приготовить. Но последний раз готовила, мне не понравился. Думаю, какой может у тебя есть. А у тебя по-любому есть. Я говорю, приготовьте вот этот шоколадный, да, который всегда беспроигрышный, всегда получается. И он в холодную духовку ставится. Ну, в общем, там любой может приготовить. Я этот рецепт подробно рассказала. Рассказала, как шоколадный ганаш готовят. Может, у нее, ну, не знаю, может, у нее будет желание все же заморочиться и приготовить именно вот прямо торт-торт. А на войс, могу ли я ей, говорю, соев уносим. Столь лет опыту, конечно, сможете. Там сможет даже ребенок реально по этому рецепту приготовить. И будет очень вкусно. В общем, поболтали с ней, наверное, час с утра пораньше. Думаю, пойду теперь я масочки свои сделаю для лица. И наконец-то с вами поздороваюсь. В общем, буду ходить, сейчас покажу, как выглядит маска. Буду ходить с ней 10 минут. Это Арифлейм. После нее буду делать другую маску, вам тоже ее покажу. В общем, все, доброе утро, мои сладкие. Просыпаемся. А хорошего вам воскресенья. Субтитры сделал DimaTorzok